Девушки отдыхают 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 Для этого мы потратим 71 000 кВт. За один биткоин и получим 5 000 долларов, но при этом на электроэнергию, чтобы его добыть, мы потратим 4260 долларов. Это при цене на 1 кВт 6 центов. Давайте посмотрим, что нам сейчас еще нужно для того, чтобы начать майнинг. Домашний и индустриальный. Домашний все просто. Что нам нужно? Асик, интернет, стол и место, куда мы его поставим, чтобы он нам не мешал и не сужал. В индустриальном, конечно, все немного сложнее. Для этого нам нужно будет найти мощность от 1 до 500 мВт. 1 мВт за 1000 микроволновок, например. Оборудование нужно будет согласовать в мощности и, собственно, возможно подключиться к общим сетям. Вот тут уже то, на что гораст и как умеет договариваться. Арида земли, постройка подстанции, покупка трансформаторов, построек помещений, контейнеров, какой-то блоков, которые находят 100%, на выходе 93-96%. Мы не добудем при инвестиции во все оформлении бумаг, документов, серверов. И все равно это все при стоимости от 3 до 50 центов за киловатт. Хочу перейти к сфере манинга, о которой как когда-то в национальном интеллекте не воспринимали ее всерьез, хотя сейчас мы знаем, что это одна из самых важных и решающих ролей в развитии личности и королевы. Посмотрим на график. Мы видим, что разница между ростом окупаемости инвестиций, размером капиталя, при вложении покупки нового, более эффективного оборудования, и инвестиций в оборудование старое, но для использования тепло, значительно превышает. То есть мы видим, в принципе, график говорит все из-за себя. Кроме того, майлинг и табличный, отличный вариант для пассивного дохода. Если вы вложите свои валюты в банк, то сейчас это в среднем 2%. Если вы вкладываете свою валюту в майлинг, даже сейчас 14% годовых пассивного дохода. В случае, если вы вкладываете в годный майлинг, вы получаете 21% ежегодно. Суть маленькая 2.0 была эффективно использована электромерки. Давайте вернемся к цифрам, про которые мы говорили. То есть мы знаем, что для того, чтобы добыть один биткоин, мы потратим 4200 долларов. Если мы будем использовать тепло и перепродавать его, то есть использовать его на обогреве домов, теплый пол, вода, бассейны, то мы сможем окупить электроэнергию на сумму 2275 долларов. То есть вы понимаете, какая экономия снижения затрат на добычу биткоина. Если говорить о внутреннем майнике, то мы можем обогревать и школы, и садики, и многоэтажки. Там уже кто на что вырастет. В общем, проанализировав все эти данные, множество других, а также рынок в целом, нашей РД-команде занялась разработка нового оборудования для майнинга, оптимизация оборудования как экологически обоснованная необходимость. Мы приставляем вашему вниманию майнинг котел W12. Кстати, вы можете посмотреть его в новичном зале. Продуктивностью 29 трапешей, употребляем медаль 2 9 киловатт, которая занимает меньше, чем половина квадратного метра. Также в команде разработан проект, разработан воплощенный проект внутренняя майнинг котла в систему отопления домов и квартир. Типовый проект на 350 квадратных метров дом. Вы можете посмотреть более подробно на сайте. Вы подробно расписали. Можете его скачать и посмотреть. А сейчас я хотела бы показать вам реальный пример установки майнинг котла в Киевской квартире, которая греет годом и полом. Ну, пожалуйста, выпустите. К нам нужно видео запустить. А, после встречи. Ну, это место. Здесь в Киевской квартире. Продолжение следует... 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 Везде гиганеры меньше 20 рублей, пожалуйста, ставим вводы и дополнительные зарплаты. Дальше с учетом. Давайте так, добавим еще. Собестоимость сегодня одного биткоина, она складается 90%. Собестоимость одного биткоина это 70 тысяч киловатт в час. Дальше вы умножаете стоимость киловатт в час. 70 тысяч киловатт в час, если перевести в гигакалории, то это будет 49-50 гигакалорий. О чем говорит Наня? Она говорит о том, что полезно давайте применять тепло в майнинге. 49 гигакалорий, я не знаю, стоимость одной гигакалории в России. Пусть там будет 20 долларов, но в середине чего-то стоит. Я почему не перевел. Теперь можно заработать майнинг, это перепродажа электронерии. Купили электронерию по 5 центов, продали по 8 центов. Стоимость биткоина сегодня изменилась, уже там в 6 центов. Но, купили электронерию, с него еще получили тепло. Еще и продали гигакалории по 20 центов. Теперь пришло время инфраструктурных проектов. Так размещать оборудование. Если раньше поставил оборудование, лишь бы оно куда-то дуло и кому-то не мешало. Сейчас нужно так размещать оборудование, чтобы оно обогревало район, теплицу, дом, больницу. Я думаю, что в это немного другие временные, на саму локацию. Я ответил на это. Ну что ж, вот такие вот соображения по поводу майнинг 2.0. Надежда Мажет, давайте еще раз благодарим ее аплодисментами за то, что Даны есть в инфраструктуре. Даны есть в инфраструктуре.